всем привет друзья с вами обувной маньяк и сегодня у нас супер крутая обувь обувь которую я влюбился три раза первый раз я в нее влюбился когда увидел на картинке второй раз я влюбился когда я увидел их живую и третий раз я влюбился когда я их померил в магазине это очень крутая это бомбанистическая обувь это обувь круче гучи круче прада круче вот всех этих марок космических дорогущих марок почему круче я вам скажу позже сегодня вас ждет но естественно полная инвентаризация мощнейший показ моды мы будем сочетать мы будем сливать мы будем тестить смотреть как они идут как они не идут ну я думаю что будет очень интересно потом мы проанализируем эту обувь цену потом мы поговорим о том как ломаются стереотипы как может одно нравится а потом другое понравится одно не понравится вот даже мой кот говорит что до обувной маньяк ты прав стереотипы на то они и стереотипы на то чтобы их ломать погнали наши зеленые коробки сегодня лежат знаете что лежит зеленые зеленые ну или хаки почти будем считать что они зеленые лежат наши безумные рыбаки под названием эвзен эвзен модель называется эвзен это абсолютно новая модель она появилась в этом сезоне давайте посмотрим на нее внимательно включу вспышку специально так начать верх исполнен из кожи вверх исполнен из кожи причем вот эти элементы я думал что это синтетика или еще что-то но мне в магазине нигде я не могу найти информацию везде написано что вверх из кожи ну мы не будем спорить зачем нам с ними спорить в общем ну швы как швы да но есть небольшие вот такие элементы но я на них вообще стараюсь не обращать внимание потому что на это уже чересчур ребят потому что обувь это спортивно это рыбок и в принципе я не знаю до чего докопаться вот у нас видите какой сложный нос но он даже классно он не сложный он легкий он не тяжелый он воздушный не знаю подошва наимягчайшая хотя нет жесткая но все постепенно мне очень нравится вот такой цвет подошвы я просто кайфу от такого цвета подошвы и кстати на московскую легкую зиму они будут вообще абсолютно идеально идти посмотрим на стельку ой обычная стелька ничего особенного да как обычно в рыбаке сделаны они во вьетнаме вот вы видите внутри обычная жизнь ничего нового никаких воздушных отверстий ничего соответственно делаем вывод что летом в них будет жарко а осенью и такой европейской так называемой зимой в них будет очень комфортно я не знаю мне очень понравились эти кроссовки а там есть несколько цветов и об этом мы поговорим позже но я честно говоря уже прям горю с нетерпением ну вот язычок кстати да вот тут исполнил вот эта кожаная часть верхняя я понимаю очень мягкая кожа здесь вставка на которой написано рибок черного цвета вставка черные шнурки в комплекте только одни шнурки идут сзади тоже черная вставка ну я не знаю мне безумно нравится вот это так сказать рыжая подошва мне вообще почему-то напоминают какие-то ретро когда есть рыжая подошва мне что-то связано какой-то моделью старой из детства где была рыжая подошва я просто безумно кайфую когда у кроссовок рыжая подошва но посмотрите как классно не знаю по мне супер мне конечно не всегда нравится когда подошва выкрашена в цвет кузова ходовая выкрашена цвет кузова но блин вот супер давайте короче приступим к мощнейшему показу моды как говорится есть традиция нарушать традиции но мы не будем их нарушать и мои любимые рыжие брюки вот мы видим как они под них смотрятся мне кажется достаточно неплохо вполне отлично и даже мои носки нестандартного цвета идут здесь вполне отлично а что я могу сказать выглядят они конечно чуть-чуть так громоздко но при этом при всем они достаточно легкие они очень мягкие вот смотрите вот прям видно жена наверно я думаю что в них достаточно комфортно и на самом деле не хотел вам раскрывать тайну золотого ключика но я в них хожу по квартире уже порядка пяти шести дней практически не снимая ночью обувь чистая все протер единственное после магазина подошву и я хочу сказать что я их не чувствую на ноге потому что вот да они выглядят громоздко но на ноги они сидят обалденный и на осень и даже может быть на зиму то что у нас молодежь сейчас ходит вообще босиком зимой они смотрятся очень классно причем это зеленого цвета модель до хаки а по цветам поговорим позже потому что там есть тоже очень интересные цвета но мне очень нравится этот зеленый цвет да и черные брать было не интересно потому что черный это очень банально оставайтесь с нами мы продолжим а вот мои старые новые джинсы про которые я рассказывал в одном их обзоров которые пролежали у меня года два-три я их недавно обнаружил инженеры левисы 502 которые внизу как раз конкретно так заужены в отличие от моих рыжих и даже здесь не знаю я не знаю что вам сказать может быть я очень может быть я у безумно влюбился в эти кроссовки но по мне очень даже неплохо они смотрятся посмотрите посмотрите как они блестят на солнце это просто необыкновенное безумное зрелище а сейчас мы будем сливать следующий показ нас ждет полный слив оставайтесь ждите вот и полный слив вырезает для наш девиз мы сочетаем и за сочетанием и против сливания это мои зеленые джинсы обер кромби энд фич я раньше заказывал на сайте обер кромби очень много одежды я одевался практически все джинсы у меня были от обер кромби они достаточно узкие и мне почему-то левисы нравится по но они мне больше начали нравится чем обер кромби или я левисы начал покупать тоже достаточно дешево по что обер кромби я тоже очень дешево покупал на сайте на американском заказывал из америки ну в общем что я могу сказать не знаю знаете мне вот в данной ситуации достаточно неплохо на мой взгляд я не знаю мне интересно ваше мнение потому что в данной ситуации мы сливаем до зеленая зеленая да там темно зеленая там светло зеленая там хаки мне кажется что достаточно суперский даже наверно это больше болотный цвет я не знаю как назвать у меня вообще дальтоник я не отличаю цвета всегда вечно проезжаю на красный стою на зеленый не ругайтесь ладно я не нарушаю правила дорожного движения не знаю честно ваше мнение друзья ну они очень мягкие кстати единственное они очень свистят но это видимо резиновая подошва такая своеобразная но в принципе менять не напрягает кроссовки бомбически и вот мои любимые серые хайболы от левиса на базе 502 модели отлично что скажете мне кажется что одно из лучших сочетаний серого цвета и и зеленого до хаки пишите в комментариях что вам больше понравилось какое сочетание что не понравилось кстати а вот эти серые хайболы они такие же как мои любимые голубые хайболы они сидят по разному голубые сидят пошире эти сидят поуже размер один и тот же модель одна и та же производитель один и тот же ну может просто это темного цвета они более ужались во время покраски или что я не знаю как это объяснить но под эти кроссовки сидят они обалденно смотрите ух и они очень мягкие здесь нет никакого air nike air это не nike air естественно это рибок обычно резиновая подошва и я скажу что она очень комфортно я думаю что в них ходить ходить и ходить пошли о квартире хожу у меня конечно не тысячу квадратных метров квартира но достаточно комфортно очень комфортно они не натирают ну они легкие я их не чувствую на ноге я просто кайфуют это его будет оставайтесь с нами сейчас мы будем разбирать модель стоимость как дальше жить друзья с возвращением на наш операционный стол ну смотрите какие они шедевральные это просто космос помните я не знаю смотрели вы или нет у меня был обзор на классические рибоки которые были серого цвета который я покупал за 5000 рублей и я сказал что в принципе я бы их себе не купил потому что мне не нравится в принципе кожаная обувь мне не нравится что там все элементы серые но как бы человеку свойственно менять мнение да и это абсолютно нормально опять же что мы здесь видим да это такая ну типа аля полуклассика полностью зеленые полностью если в тех рибоках хотя бы подошва была белая но здесь зато смотрите какая рыжая основание подошвы обалденнейшая я беру свои слова назад я хочу сказать что кожаная обувь не всегда скучная однотонные цвета не всегда скучные потому что вот эти все элементы и особенно вот эта подошва они придают свой шарм что касается цветовой гаммы они есть полностью рыжая но подошва белая есть полностью черная с черной подошвой и там рыжая вот эта часть ходовая самая и кстати черные при всей моей нелюбви к черным благодаря вот этой рыжей выделенной части смотрятся шикарнейше и всем любителям черного цвета я рекомендую обратить на эту модель безумное внимание потому что у рибока есть много всего интересного но на данный промежуток времени на осень московскую это лучше это лучше обувь она но она обалденно она мягкая она классная она шикарная и в самом начале я говорил что это круче гучи круче прада и круче всего крутого почему я вам просто скажу потому что в принципе основная часть населения нашей страны да и вообще планеты земля они не готовы сразу достать из кармана 700-800 тысяч долларов и заплатить за практически то же самое только на нем будет написано гучи или написано прада а эти кроссовки стоят 8000 рублей без скидок без ничего как новая коллекция понятно что если задаться цели и чуть-чуть подождать то можно их купить со скидкой там 20-30 процентов может быть чуть попозже и 50 процентов и тем она крутая крутая обувь то что она тебе по карману я конечно понимаю что аудитория у нас разная есть люди для которых и 8000 деньги но поверьте мне лучше купить оригинал чем купить паленку потому что паленка есть паленка от паленки всегда пахнет и паленка быстро разваливается вот это качество это реально качество вот эти все моменты это вообще ни о чем ну просто ни о чем это реально круто это круче чем купить паленые изи бусты за 10000 потому что это все равно паленка они быстро развалятся и человека который знает что такое изи бусты например он сразу вас выкупит это крутейшая обувь ребят там вы смотрите три цвета однотонных рыжий черный зеленый и три цвета они разноцветные я оставлю ссылку в описании именно ссылку на рыбок я не буду оставлять на ebay потому что я заходил на ebay смотрел цены на ebay и плюс минус все одно и то же да как бы если чуть-чуть дешевле на тысячу рублей или полторы то там доставка межгалактическая поэтому я хочу вам сказать что обувь которую можно просто без напряга достать из кармана деньги и купить среднестатистическому человеку я считаю это суперская обувь это самая крутая обувь как говорится как сказал по моему это генри форд сказал лучшая машина это новая машина а также и кроссовки я считаю лучшие кроссовки те которые вы можете купить не без там я не знаю ущерба для своего кармана и не есть потом доширак да купил айфон новый и последующие полгода питаешься дошираком поэтому не знаю сложно в наше время выделиться выпендриться но вот правда держишь в руках очень классного да она не легкая но на ноге это не чувствуется она очень комфортная друзья я вот очень от души старался сделать этот обзор классным чтобы донести до вас и поделиться своим мнением это не реклама я уже неоднократно говорил что если обувной маньяк говорит плохо это значит плохо на мой взгляд если обувной маньяк говорит это круто это значит круто на мой взгляд и это не значит что меня кто-то проплатил нет я делаю это абсолютно бесплатно альтруист и делаю это с удовольствием обувь это может сказать мое хобби поэтому я вас очень прошу ставьте лайки пишите в комментарии как вам мой сегодняшний мощный показ моды с вами был мистер чао adios друзья